Привет, друзья! Это новость из мастерской Хосе Алиева. Вот сейчас видите урок коллективного разума. Вместе будем создавать этот шедевр. Пишите, пожалуйста, в комментах, что добавить, что убавить. Это пианист. Вот я вам сейчас расскажу об этом. И еще я занимаюсь сейчас в данном случае небольшим рассказиком о девушке, талантливейшей девушке, которая живет в Америке. Она преподает литературу, и она еще и психолог, и мой ученик непосредственно по профессиональной подготовке. Такой интересный был разговор, друзья. Она там с девочками занимается методом ключа. И какая-то из девочек сказала, а можно делать пять жемчужин или какое-то упражнение из йоги. Она ей правильно объяснила, можно, конечно, если вам это подходит. Но кому-то не подходит. И ключ как раз заключается не в том, чтобы подражать какому-то приему и делать так, как это делается, именно правильно изучать, куда двигать руку, как дышать, а именно на основе принципа подбора путем перебора. На примере этих упражнений ключа, которые снимают стресс, развивать свое поисковое, творческое, креативное мышление. Вот для чего мне этот ключ нужен. Чтобы мы были более сообразительными. Чтобы мы потом в любом методе быстро находили то, что нам подходит. И вообще в любых обстоятельствах в жизни находили пути, как проще решить ту или иную задачу. Любую. Хоть по математике, хоть по физике, хоть по физкультуре. Зовут эту прекрасную девушку моего ученика. Мария Ока. Вы ее могли видеть на прошлом бесплатном ликбезе. Мы там с ней общались. Да. Вот такая красивая девушка. И какая умница. А вот что я хочу сказать про эту картину. Если вы помните, был такой чудесный фильм «Слепой музыкант». Это имеет отношение прямо к методу ключа. Это имеет отношение к тому, как развивать творческое мышление. Открыть глаза, как говорится. Ока, видите, я упомянул. Здесь Мария Ока. Это очень интересно, да? Все взаимосвязано в жизни. И вот этот слепой музыкант. Ну там его судьба. Там все это. И вот он как-то пел, играл. Ну неважно, чем бы он ни занимался. Это же такое символ. Чем бы вы ни занимались, вы тоже можете делать это проще, легче и быстрее, если владеете подбором приемов, чтобы развивать свою креативность и успешнее быть в своих делах. Так вот он там играл в закрытом помещении. Да. Он так играл. Слепой музыкант. Он так играл, что в зале кто-то воскликнул. Я вижу небо. О, как, да? То есть, в принципе, у нас вот есть чувство гармонии в каждом из нас. И когда возникает некий резонанс, когда мы встречаемся с каким-то произведением, ну, допустим, стихотворение, картина, песня, танец, мы имеем чувство гармонии и чувство интуиции, здравого смысла. Сейчас такая вот пандемия, у всех людей, как говорится, крыша поехала. Очень много разной противоречивой информации. Одни говорят, надо делать это, другие говорят, не надо делать это. И так далее, и так далее. Ну, на что нам опираться, чтобы сохранить здравый смысл и правильно подобрать свое истинное решение? Ну, конечно, мне этот ключ помогает, потому что свет в глазах смотрящего. Ключ помогает как раз-таки увидеть небо. То есть, законы природы, законы природы, которые внутри нас. И вот мы говорили с Марией Око, и самое главное, я попросил ее сейчас к новой книге подготовить текст небольшой. Она мне это правильно все рассказала. Она говорит, и этой девочке там в группе, которую она там в Америке обучает какую-то группу, когда-то спросила Око Возрождение или Пять Жемчужин, можно делать Око, 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 видите, небо, свет в глазах смотрящего, я все соединяю, делаю такой уникальный контент. И объясняю, что ключ нужен не для развития подражательности, как в старой школе традиционно, делай, как я, или повторяй, пока не получится. А именно подбирай то, что тебе подходит, то, что с тобой в резонансе, то есть те действия, которые синхронны твоему текущему состоянию. И поэтому сразу снимают стресса вместе со стрессом, снимают штампы, снимают стереотипы, которые в этих условиях неопределенности не подходят, потому что там же все вновь у нас, все вновь. И нам надо научиться по методу ключ, быстро соображать, что и как нужно делать, опираясь на наше главное, на наш генетический творческий геном, потому что в каждом из вас творится. Вот как интересно. И Мария мне обещала написать одну страничку текста, которую мы вставим в книжку новую, которая будет скоро выходить. И вас, всех участников Школы Человек Будущего, Homo Futurus, приглашаю, чтобы вы написали свои тексты небольшие. Потому что у нас уже есть там такие выдающиеся участники, которые уже написали свои тексты. Перечислять их имена пока не буду. Они уже там, в книге, в рукописи моей. Скоро я ее сдаю, так что поторопитесь. О том, как вы применяете приемы. Какие приемы вы сами изобрели на основе принципа ключа, принципа подбора путем перебора, который сам по себе снимает стресс и развивает креативность мышления. То есть позволяет человеку устоять в любых обстоятельствах, вопреки обстоятельствам. Помогает увидеть небо. Ну, сразу чувствовать, где хорошо, где плохо. Понимать. На следующем ролике я вам расскажу, как все-таки использовать сон для того, чтобы делать открытие, изобретение, озарение по заказу. Ну, я думаю, что мы это сделаем на вебинаре, чтобы был зум, чтобы я мог вам отвечать на конкретные вопросы развернуто, видя вас, видя ваши особенности, и чтобы все-все участники на этом примере учились. И учились и общению нашему человеческому, поскольку мы создаем науку человечности. И вот меня спрашивают, а в чем суть науки человечности? Ведь это есть и в религиях, и везде. Да, но религии же не спасли от пандемии. Суть науки человечности, что впервые в мире мне удалось в один ряд выстроить общепонимательные, понимать, ну, как это сказать, общепонятные якобы термины понятия любовь, сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого, коллективное творчество, счастье быть собой, а высшее счастье быть собой и вместе. Да, вот не альтернативный, не конкурентный, а синергетический диалог, который дает новые качества понимания каких-то вопросов. И вот я сейчас урок коллективного разума провожу, чтобы вы писали свои подсказки, свои советы, которые мы там все видим, читаем, и я буду в соответствии с этим создавать из этого шедевр. То есть вместе создаем произведение. А этот опыт потом мы используем в мозговом штурме, решая совершенно и другие вопросы, глобальные проблемы человека и человечества. Потому что именно наша школа, человек будущего, Homo Futurus, это окно в будущее, окно к свету, окно к небу, к здоровью. Да, поэтому наша школа работает, чтобы сократить кризисы и войны, и продлить человеку творческое долголетие. Марии, спасибо. Всем участникам школы привет. До встречи. Проявите активность. Проявите активность. Спешите. Нам надо быстро расширить школу. Чем больше подписчиков, тем большему количеству людей мы можем сегодня помочь. И бесплатными ликбезами, и вебинарами, и вот такими роликами. Кто захочет тоже выступить, пожалуйста, жду. При travail. Пока. Пока. Пока.